Открытие, которое перевернуло химическую науку, в этом году исполняется 150 лет с момента создания периодической таблицы химических элементов. Заслуга принадлежит великому русскому учёному, имя которого знакомо всем ещё со школы, Дмитрию Ивановичу Менделееву. В Ивановском химико-технологическом университете в течение всего 2019-го будут проходить мероприятия, связанные с периодической таблицей. Одно из них – интеллектуальная игра BrainRing на знания основ химической науки. Кто первым из мировых естественно-испытателей связал свойства химических элементов с их атомными массами? Время пошло. Проверить свои знания пригласили три команды – студентов-бакалавров, магистрантов и аспирантов. Один правильный ответ – один балл. Вопросы довольно сложные даже для учащихся профильного вуза. Цель сегодняшняя – чтобы вспомнить историю открытия этого закона. Есть простые вопросы на аналогии, есть вопросы на какие-то конкретные знания. Поэтому я так думаю, что участники разного уровня могут проявить себя как бакалавры, так магистры, так и аспиранты. Широкую известность получила история о том, что образ таблицы якобы пришёл к учёному во сне. Тогда, в 1869 году, в системе было чуть больше 60 элементов. Сегодня их число – 118. Выучить наизусть свойства каждого и вспомнить историю открытия участникам игры оказалось непросто. На мой взгляд, вопросы хорошо подобраны, потому что из них часть на точные знания, часть на догадку. Было очень обидно за один из последних вопросов с Артутью, когда нам буквально там нескольких секунд не хватило, не успели руку поднять. Но это игровой момент, это нормально, так часто бывает. Я уже имею небольшой опыт участия в таких играх, поэтому вот вспоминаю знакомые ощущения. Упорядочить химические элементы и найти взаимосвязи между их свойствами учёные пытались задолго до Менделеева. Первые серьёзные опыты по систематизации начались ещё в начале 19 века. Однако довести до ума и разработать полноценный периодический закон удалось лишь Дмитрию Ивановичу. Таблица Менделеева – это универсальный закон в химии, один из самых главных. Даже те вопросы, на которые не знаешь ответа, помогают в дальнейшем получить какие-то знания. Насчёт популяризации каждый школьник проходит эту таблицу, и я думаю, каждый взрослый обязан её знать. Так ли это? Мы же решили устроить собственное испытание для ивановцев и предложили прохожим вспомнить название некоторых известных элементов. У нас в этом году, 2019-й, посвящён году таблицы Менделеева. Давайте вспомним какие-нибудь химические элементы. Вот какие вы отсюда знаете? Серебро, водород, литий, кальций. А этот забыла. Аурум, что это? Забыла. Как-то, я уверен, вы любите этот металл. Это золото. Да, хорошо, дальше смотрите. Медь, калий, никель. Он вам подсказывает, вот здесь. Цинк. Цинк. Так. У. Что такое У? Так. Радиоактивный элемент. Уран. Уран, да. И последний. И последний. Это Менделеевий. Менделеевий, да. Это медь, калий, магний. Так. Как раз вот ртуть, наверное. Уран. Уран, да. А это... А это что? Ведра-то делает цинк. Цинк. Феррум. Дальше, давайте по порядку. Аргентум. Аргентум это что? Я откуда знаю. Так, ладно. Аурум это золото, да? Золото. Золото-то мы все знаем. А дальше не знаю. Кальций, литиум. Это что? Водород. Водород. Так, дальше. Купрум. Купрум это что? Давайте вспоминайте. Купрум. Что это? Купрум это медь. Дальше. Конечно же. Ка. Не знаю. Калий. Дальше. Давайте. Подумайте. Не знаю. Какой-нибудь нидий. Никель. Никель. А это? Радиоактивный. У. У-у-у-урум. Урум? Это новый элемент. Ну, я не знаю. Школьные знания ивановцев даже спустя годы можно оценить на твердую четверку. К счастью, рядовым гражданам запоминать название всех элементов и их атомную массу ни к чему. Ведь вся эта информация содержится в удобном графическом формате в таблице Менделеева. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.